Добрый день, дорогие друзья! Это программа у Татьяны «Наши песни». Михаил Шабров, поэт-песенник, продолжает рассказывать о своих взаимоотношениях с автором. Михаил, но мне все-таки хотелось спросить, сколько песен ты написал и кто-то это фиксирует? Может быть, РАУ, может быть, еще какая-то организация поисковая? Если естественно, РАУ фиксирует те песни, которые ты регистрируешь. Честно говоря, в последнее время, ну, я-то уже стал меньше писать песни, я и перестал регистрировать, потому что как-то не вижу в этом надотость. Ну, и еще мои права принадлежат первому музыкальному издательству. Тут интереснее, потому что первое музыкальное издательство собирает с сбором данных как раз вот с этих самых называемых стриминговых платформ и интернета. И вот любопытная деталь, там отчет идет за квартал, вот буквально 30 октября этого года я получил от них отчет о том, как продвигаются на рынке песни, написанные мной в соавторстве с другими. Там больше 800 позиций, но какие-то позиции песни заказаны, но еще не проданы. Это суммы там, это небольшие, пусть никто сразу не подумает, что там деньги как ванны небесные сыпятся. Нет, там суммы очень небольшие, потому что интернет это копеечные деньги, ну больше-меньше, хотя кто-то в интернете зарабатывает современные авторы какие-то молодые и миллионными рублей, но здесь об этом речь не идет. Но тем не менее, что интересно, что песни, которые были написаны в далекие 90-е годы, уже далекие, там некоторые датированы в 80-м годах, в 84-м, 90-м, они продолжают жить. Очень, помимо лаванды, это «Луна-луна», «Хуторянка», «Чайные розы в купе», вот то, что мы вспоминали, да, «Чем ближе разлука, тем сердцу больней», «Сумасшедший дождь» Вячеслава Добрынина. Вообще очень много песен Вячеслава Добрынина, потому что мы с ним выпускали много дисков совместных, там несколько десятков песен, ну с десяток как минимум, и то, что пела Стелла Джани и песни его, и то, что пел Иосиф Кобзон, наши с ней песни. Все это есть в интернете, это радует, ну пусть два, там три заказа, четыре заказа, но есть люди спросом пользуются, их же никто нигде не рекламирует, их никто не навязывает, люди сами их находят и сами берут для того, чтобы послушать или скачать в интернет, это очень... Мне просто это очень интересно, именно вот такие факты необыкновенно интересны. Ну что, о композиторах поговорим? Да, вот как раз я вспомнил Вячеслава Добрынина, должен сказать, что вот помимо того, что первый человек, который постарался сделать меня богатым человеком, это и тот человек, с которым мы по жизни идем вот до сих пор рядом. Ну сейчас в меньшей степени, потому что, ну все-таки возраст, и плюс, конечно, наступает племя молодое, незнакомое. Со Славой мне тоже работать чрезвычайно легко, но манера Славина отличается от Володи Матискова. Слава пишет песню за 15-20 минут максимум. Когда мы с ним писали мюзикл для детей, тот самый имели, это такая вольная фантазия на тему по щучьему велению. Я к нему пришел в 8 вечера, а где-то в 3 полчетвертого утра мюзикл был написан. Ну это тоже что-то, ну невероятные днища, которые трудно поместить. Надо сказать, что он пишет так, что потом дорабатывать не надо. Бывает так, что он иногда крутит песню, вертит, он скажет, я еще должен покрутить, если еще что-то не так. Слава очень въедлив к аранжировкам, он влезает в этот процесс активно сам, он замечательно слышит и понимает музыку. Но здесь, вот хотите вертит, хотите нет, спектакль. А кстати говоря, спектакль, это такое ледовое шоу с элементами цирка и всего прочего. Оно каталось, ну вот если бы не пандемия, то до сих пор. В этом году, наверное, ничего не будет. Я видела этот спектакль, в том числе и в Прибалтике. Я видела этот спектакль, впечатления, конечно, незабываемые. Да, да, ты была на премьере, это было в замечательном олимпийском славном спектакле. Я очень много провел времени, но это тоже отдельный разговор. Это отдельный, мы об этом еще поговорим. Но этот переполненный стал, это огромная арена, конечно, это незабываемо. Я с кем работал, потому что мне посетили работать с замечательными композитами. Каждый по-своему уникален, каждый по-своему уникален. Слава же тоже, Добрымин, удивительно начитанный человек, удивительно начитанный. Очень своеобразный. Человек, который просыпается там в 2 часа дня и ложится в 5 утра. К его, простите, к его режиму дня очень трудно подделаться, подстроиться. Потому что, ну, у него все перепутано. Но, тем не менее, с ним работать чрезвычайно увлекательно и интересно. Это остроумный человек. Короче говоря, короче говоря, это композитор с большой буквы. И недаром столько песен о нем написано. Мы вот, я раньше говорил о командах, сейчас вернусь к этому. Ведь, вы посмотрите, в старые добрые времена лучшие песни создавали именно команды. Такие творческие коллективы. Дербенек, Добрынин. Дербенек, Зацепин. Леонид Петрович вообще-то писал со многими. И, скажем, с Флерковским он писал. Ну, скажем, у него очень здорово получилось. Но основные песни, это были вот команды. Зацепин, Добрынин. Раймонд Паулс. Илья Резник. Алла Пугачева. Шло такое мощное, мощное трио, которое создавало потрясающие песни. Раймонд Паулс, Резник, Лайма Вайкали. Владимир Матецкий, Михаил Шабров, Роксана Бабаян, помимо Ротара. Владимир Матецкий, Михаил Шабров, группа Красные Маки, потом Маки. То есть тогда, тогда вот были такие коллективы. Сейчас должен сказать, а потом перейду я дальше продолжу про авторов. Но хочу, поскольку, чтобы не потерять мысль, сказать, что сегодня вот этого мало. Сейчас команда расширилась, ну, до невозможности. Она уже стала как футбольная. Более того, композитор, поэт и исполнитель, они уже не играют первой роли. Первой роли играет продюсер, человек, который занимается пиар-компанией, исполнителем, менеджер, который продвигает эти песни на всевозможные стриминговые платформы в интернете, а также в средства массовой информации. Потому что сейчас даже исполнитель не продается. Никому не важен его голос, его актерские возможности. Важна его личность. Чем он может быть интересен? А интересен он может быть чем угодно. Скандалами. Миш, ну, возвращаемся все-таки к Роксане Бабаян, о которой мы совсем мало сегодня поговорили. Ну, мы, знаешь, за 75 лет прожитой жизни, в том числе больше 40 лет творческой, можно говорить долго и обо всем, а хочется сказать как можно больше, потому что время, оно все-таки тоже имеет свои какие-то границы. Поэтому я чуть-чуть отхожу в сторону, но это не значит, что мы не придерживаемся генеральной линии. Мы еще говорили о композиторах. У меня среди композиторов, близких мне, были Олег Сорокин, которого, к сожалению, уже нет. Руководитель ансамбля «Девчат», с которым мы написали очень много песен, в том числе и для Николая Караченцева. Очень своеобразный человек, шумный такой, портос, любитель поесть, вообще пожить, попить. Ну, вот что делать? Он очень рано ушел. Твой супруг, между прочим, Дима Жаров, он отличался необыкновенной интеллигентностью и необыкновенной музыкальностью. Пожалуй, из всех моих композиторов, может быть, исключая Иосифа Тамарина, это был самый образованный, музыкально образованный человек. Ну, это действительно так. Кроме того, он был профессиональным вокалистом. Вот среди моих композиторов, несмотря на то, что Слава Добрынин поет, конечно, настоящим вокалистом, человек, который, мужчина, который поет, здесь женщина, которая поет, вот мужчина, который поет, это был Дима Жаров. Естественно, с ним было очень легко в этом плане работать, потому что, когда он писал песню, когда он писал песню, он знал возможности вокалиста. Он никогда не носил горло этого человека, и он находил самый выигрышный для певца диапазон, в котором он мог блистать. Он не срывал голос, он не рвал себе пупок, а он пел так, как дышал. Ну, это его принцип. Миша, я никогда не забуду, я уже не раз рассказывала, но, может быть, ты сам расскажешь, как ты к нам пришел в нашу небольшую квартиру на Алисиньце. Мы занимали одну комнату с ребенком, и у вас никак вы не могли закончить песню, которую начали «Здравствуй» и «Прощай». И как все-таки вы ее закончили? Ну, это ты бы лучше рассказала, потому что Димка меня запер на кухне, так сказать, и не выпускал. Наоборот, он запер в комнате, а мы все с маленьким ребенком. Или наоборот, это же не имеет никакого значения. Главное, что я был запросто, потому что в неволе вообще создаются интересные произведения. Потому что там была машинка, и был магнитофон. Значит, ты слушал то же самое, на готовую мелодию написал стихи. На готовую мелодию даже. Машинку, по-моему, тебя поставили. И чертные машинки тогда еще были, никаких, которым не было. И так, раз в песне «Здравствуй, прощай». Это не первый случай, когда меня запирали. Меня запирала и Галина Улетова, если она помнит такой случай, на Ленинском проспекте. Надо было срочно написать. Это, пожалуй, два случая. Больше меня никто не запирал. И еще из композиторов, с которым, конечно, я очень много сделал, но сделал уже не в области песенного творчества, а в области музыкальных спектаклей. Это профессор Рати, Гитиса, Гильсят Шайдулова. Тоже в своем роде уникальный композитор. Композитор, пианист и замечательная певица. Она некоторые партии в наших мюзикл-копчик озвучивала. Она поет замечательно. Изумительность скромности и обаяния женщины. Со своими тараканами. Она, например, боится очень ездить в лифте. И мы над ней всегда очень смеялись. Одна она никогда не ездила, но когда туда набивалось 3-4 человека, она... Это мужественная женщина. Она от страха садилась в лифт и поднималась или опускалась. Но это ей стоило число, года жизни. Я иногда за нее переживал. Гюля, она обаятельнейший человек. Кто ее видит, она очень улыбчивая, веселая. Как правило, всегда хорошее настроение. Это создает замечательный эмоциональный фон. Она тонкий, блестящий музыкант. Она себя и в студии звукозаписи также ведет. Она все слышит, все видит, все чувствует. Вот таким же тонким музыкантом был и... То есть он и остается. Просто мы с ним уже давно не работали. Это Филипп Кольцов. Муж... Извините, сын Мира Михайловна Кольцовой, художественного руководителя ансамбля «Березка». Одной из самых любимых моих женщин вообще на свете. И я счастлив, что вот через Филиппа мы познакомились с ансамблем «Березка». И «Березка» принимала участие во многих представлениях сценарий, которые я писал. Мы до сих пор с ними дружим. До сих пор же я с ними дружу. Но мне хочется сказать, что ты еще написал и спортивные песни, и у вас вышел диск. Значит, это тоже нельзя сбрасывать. Спорт и футбол, и вот мне посчастлилась жизнь. Это очень хорошо, что ты меня это напомнила. Потому что ты что-то начинаешь забывать сразу и не вспомнишь. Это был огромный период в моей жизни, когда я тесно сотрудничал с мини-футбольным клубом «ДИНА». Десятикратным чемпионом России по футболу. Обладателем межконтинентального кубка. Безумно титулованная команда. Благодаря своему президенту Сереже Козлову, с которым мы поддерживаем связь до сих пор, хотя команда уже не та, что была. Ну, здесь масса причин. Как вы знаете, мы все живем не очень спокойно и какое-то бурное, непонятное и нестабильное время. И вот тогда он очень много уделял внимания антуражу команде. И в том числе культурному антуражу команды. Вечеравку, в котором участвовали артисты, приходили. Там пел и Дима Маликов. Он, по-моему, до сих пор дружит с этой командой. Лёва Лещенко. Приходили и Слава Добрынин. На матчи приходили и Борис Клюев, народный артист России. Вот недавно от нас ушедший, к сожалению. И я был как бы внештатным культурным атташе этой команды. И, естественно, родилась такая мысль в качестве сувениров. Команды же, когда приезжают в другие страны или в другие города, они дарят свои сувениры. Ну, вымпелы, майки, это как-то так уже. Это все, что у всех есть. А вот мы начали дарить диск. И первый диск, который выпустила, кстати говоря, фирма «Мелодия». Я уже тогда там не работал, но уже по старой памяти они мне это сделали. Фирма «Мелодия», который назывался еще раз «Про футбол». И мы все эти песни написали с моим большим другом Сашей Клевицким. Ну, тогда он был Саша Клевицкий. Теперь это Александр Борисович. Александр Леонидович. О, извини, пожалуйста. Ну, это надо. Отлетело из головы, да. Но для меня он все время с Сашей, я даже в отчестве мог не вспомнить. Ничего страшного, мне этого простить. Теперь этот заслуженный деятель искусств России, руководитель одного из крупнейших эстрадно-симфонических оркестров России. А тогда он был, да, Александр Клевицкий, руководитель ансамбля «Добрый молодцы», на секундочку. И вот вместе с «Добрым молодцем» мы записали этот диск. Еще раз про футбол. И, кстати, многие песни из этого диска очень долго-долго-долго, уже в 21 веке, звучали на футбольных матчах мини-футбольных клубов. Что само по себе очень приятно. Так, Миш, у нас снова время закончилось. И я думаю, что... И в 21 веке закончится. И мы продолжим. Все. Продолжение следует...